И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня у нас наконец-таки долгожданный, интересный игровой видеоролик, который посвящен одному очень интересному вооружению, которое вы видите уже на своих экранах. Это Hornet Ricochet, рикошет с плазмофакелом. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, если вам нравится игровая тематика, то обязательно не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Ну и конечно же, как только на данном видеоролике набирается у нас 150 лайков, сразу же выходит следующий игровой видеоролик. Сегодняшний видеоролик будет целиком и полностью, как я уже сказал, посвящен данному интересному вооружению, рикошету с плазмофакелом. И к сожалению или к счастью, данные катки были записаны в записи пару-тройку дней назад. Ну а сейчас же я бы вам хотел бы все это дело показать, рассказать, почему и как вообще лучше использовать данное вооружение. Поэтому давайте уже перейдем к самим боям. К слову, данные бои, если я не ошибаюсь, играл в пати, играл с сокомандниками, можно так сказать, с моего клана. И использовали мы, конечно же, для данного интересного вооружения формат захвата флага. Я считаю, что это лучший формат, в котором можно использовать данное устройство плазмофакела. Также вы видите, что данные катки были записаны в HTML версии игры. Плюс ко всему этому я еще и играл на мышке, поэтому для меня это немножко что-то новое, не совсем привычное, не совсем удобное. Но в общем и целом получилось очень грамотно и качественно реализовать данное интересное вооружение. Почему именно захват флага, спросите вы меня? Почему не какой-то другой режим? Почему я не записал, например, данное интересное вооружение в каком-нибудь контроле точек, или в каком-нибудь TDM, или еще где-либо? Почему именно захват флага? Ответ прост. Данное вооружение отлично подходит именно для данного режима, потому что вам не нужно наносить столь большое количество урона, дабы увести флаг. А сами вы понимаете, что с плазмофакелом у вас не имеется такого большого количества и возможности уничтожения большого количества танков. Вы делаете это быстро, вы наносите максимально качественный и самый, я бы даже сказал, быстрый урон по противнику. Ни одна пушка не выдает быстрее урон. Даже пулемет, даже жига выдает урон по скорости в один танк медленнее, чем плазмофакел. Если не верите, можете сами все это дело проверить. Поэтому на данный момент использовать данное вооружение в каком-либо другом режиме, а не в захвате флага, я считаю глупым. В захвате флага, когда вы не видите столь большого количества противников, вы знаете то, что вам нужно увозить вражеский флаг. Вам хватает, наверное, таки данного количества баллона в большинстве случаев. Да, бывают моменты, когда хочется еще, чтобы было больше. Но, в общем и целом, вам хватает убить там, грубо говоря, два танка противника и уже полноценно доставлять флаги, увозить, нагибать и ни в чем себе в этом плане не отказывать. Также Харек эффективен очень сильно, шикарно еще подходит для данной пушки, для данного устройства. И, соответственно, вы будете продолжать реализовывать данное интересное вооружение, как вы видите, первую катку. Завершаем досрочно, завершаем на втором месте. Но здесь, по сути, наверное, больше нужно смотреть за реализацией данного вооружения, за счет которого вы можете быстро, просто моментально быстро влететь на вражескую базу. Например, убить дефера, быстро уничтожить тех челиков, которые находятся рядом с вами, либо, например, вы уже с флагом едете на вражескую базу, да. И хотите быстро уничтожить противника, который подбирает ваш флаг, с данным интересным вооружением у вас это отлично получится сделать. И, что самое главное, это получится сделать быстро. И, соответственно, за счет этого вы реализуете максимально выгодно свое и максимально грамотно вооружение. Сейчас у нас следующая катка. Если первая катка у нас закончилась досрочно с завершением и у меня получилось занять второе место, то здесь у нас уже катка Вольфенштейн. Давайте попытаемся максимально объективно проанализировать данный бой и вообще углубиться в то, что я здесь делаю. Здесь я немножко погонялся за Хорнатори рельсой и немножко у меня здесь не вышло. Дальше Викинг Гагаус, который также очень легко и просто уходит на респ. Дальше уже нужно потихоньку пытаться увозить здесь флаг, но, к сожалению, я ловлю пару-тройку мин. Вижу, что мой тиммейт уже потихонечку начинает вытягивать флажочек на центр. Соответственно, катка уже сейчас начнет свое шествие и начнет свою победную серию в какой-то степени. Ну, а я лишь могу поехать как можно быстрее увозить следующий флаг, но там флаг у нас, к сожалению, возвращает. Ну и сейчас в моей голове имеются только одни мысли. Попытаться уничтожить как можно больше противника. Проверяю левый фланг, чтобы не заходил противник на нашу базу, потому что понимаю, что наш тиммейт сейчас точно будет здесь увозить флаг. Сливаю быстро одного противника, сливаю быстро второго противника. Дальше просто жду, коплю баллон и еду как можно ближе к вражескому флагу, дабы уже там пытаться быстренько увозить, нагибать противничка. Что здесь нужно для захвата флага, так это тащить, тащить, тащить и еще раз тащить. По сути, не нужно здесь акцентировать особо большого внимания на игроках, которые стоят где-либо там на респе или еще. Рикошет не имеет такого большого баллона, соответственно, вы должны акцентировать свое внимание исключительно на увозе, на уничтожении. Концентрироваться, ну, наверное, даже глупо, я бы сказал так. Вы должны быстро тащить, должны быстро выигрывать бой и, соответственно, делать досрочку, соответственно, получать опыт за доставки, нежели пытаться там с кем-то бороться, перестреливаться, да, вы можете мимолетно проехать мимо одного, второго, третьего танка, слить кого-то, да, заработать с этого опыт, но никак не стоять на постоянной основе и уничтожать противника. На постоянной основе у вас точно с данным рикошетом, с данным устройством ничего не получится. Также, друзья, я забыл совсем сказать про дрон. Дрон я использую, конечно же, защитник. Многие говорят, что с данным вооружением можно эффективно использовать бустера. Я с вами в каком-то смысле, возможно-таки, даже немножечко соглашусь, но все же для себя я отлично понимаю, что данный рикошет намного предпочтительнее на ближней и средней дистанции. Он очень эффективен и очень жестко работает, да и при этом раскладе еще и может спокойнейшим образом сбивать прицел противнику. Сейчас увозим уже четвертый флаг, всего лишь три минуты катки у нас прошло. По опыту пока не все так гладко, не все так идеально, но после доставленного флага будем вырываться уже на первое место и, соответственно, полноценно зарабатывать те самые шесть звезд, которые мне были жизненно необходимы на данный период времени для того, чтобы получать звезды, чтобы получать новые уровни в челлендже, ну и, конечно же, уже идти к заветной этой тыщеночке красивой. И у меня, по сути, наверное, все успешно здесь и получается. Хоть и это Вольфенштейн, хоть и не самая удобная карта для данного интересного вооружения, но когда у вас есть на этом рикошете полный баллон, вы отлично понимаете, что как минимум два танка спокойнейшим образом вы можете быстро и просто унести на вражеский респаун. Ну и не только подзаработать опыт, не только побесить, но и со всего этого дела еще и отлично, возможно, даже повеселиться. Я не скажу, что это прям сверхимбовое вооружение, да, но это все-таки вооружение, на котором полноценно можно поиграть, да, если вы любите, например, рикошет, если вам нравится данная пушка, если вы будете правильно использовать данное устройство, соответственно, вы будете получать максимальную выгоду, максимальный профит. Ну и, как я уже сказал, все-таки если сравнивать все режимы командные, которые у нас есть в игре, лучше всего для всего этого, конечно же, подходит режим захвата флага, где у вас не будет контрить столь большое количество противников и не будет попадаться противник за противником в одном тайминге. То есть вы понимаете, что у вас имеется ограниченное количество баллона и, соответственно, вы не сможете там унести 4-5 танков подряд. То есть вы можете унести 2 танка и при этом раскладе быстренько-быстренько попытаться увести флажочек, не акцентируя больше внимания на противнике, который может вам мешать. У вас просто не будет возможности слить все, что там имеется. Даже сейчас вы видите, что на базе противника умелость там 3 или 4 танка, которые, по сути, на любой другой пушке я мог бы поехать и слить, попытаться, да, по-быстрому. Но я отлично понимаю, что у меня рикошет с плазмофакелом. Я поехал как можно быстрее, взял, увез флажочек, а теперь уже увидел викафреза, которого хотел быстро слить. Но, к сожалению, данный викафрез меня сумел здесь расстроить, сумел меня здесь нагнуть. Ну, не было аптечки, немножко не прочитал грамотно тайминг и, соответственно, не реализовал максимальную возможность своего вооружения. Но, наверное, это не является ключевым моментом вообще в принципе в целом в данном бою. Я продолжаю также немножечко сливать противника, пока наш тиммейт увозит флажочек, готовится уже к следующему улозу. Ну и, понятное дело, что пока баллон немножко подкапливается, там уже его будет хватать хотя бы там на одного слить противника, может там на два слить противника. Главное пытаться не сливать постоянно баллон, да, а пытаться выдавать как можно больше грамотных именно шариков, потому что каждый шарик на данном вооружении очень нужен, прям вот очень нужен. То есть это не та самая пушка, где вы можете там 3-4 шарика промазать и потом сказать, ай, да пофиг, ничего страшного нету, я там промазал, у меня все равно там баллон быстро поднимается. Здесь каждый шарик очень сильно дорог, и если вы будете ценить каждый шарик, если вы будете правильно использовать данное устройство, то вы будете получать, как я уже сказал, максимальную выгоду, максимальный профит. Счет уже 2-0 за 2 минуты, все работает эффективно. На растяжке противника здесь также рикошет очень эффективен, да. Мне пришлось здесь слить довольно большое количество своего баллона, чтобы уничтожить один танк, но в дальнейшем, когда ты уже отвлекаешься, едешь дальше, сливаешь одного-второго, чуть-чуть подкапливаешь баллон, можешь слить уже и следующий танк, и следующий танк, и, соответственно, продолжать грамотно использовать данное вооружение. Если сравнить данный рикошет с рикошетом Берсерк, да, то есть устройство, которое у нас восполняет полное количество баллона при уничтожении противника, то я бы сказал, что плазмофакел в какой-то мере может с Берсерком поконкурировать, по задумкам моим личным, да, можно использовать что одно, что второе устройство на хоре реки, только с данным устройством у вас есть возможности больше быстро уничтожать своего оппонента, и если у вас не имеется большого количества здоровья, вы можете за счет этого выиграть какой-нибудь курьезный эпизод, а вот с Берсерком вам нужно исключительно работать по танкам противника, то есть уничтожить один, второй, третий, и именно добивать их вам нужно. Здесь же с этим плазмофакелом, когда у вас есть моментик, когда вам надо быстро влететь, быстро убить и быстро дернуть, например, там один танк стоит, то плазмофакел использовать намного-намного выгоднее, понятное дело, что данное устройство можно расценивать исключительно как устройство в матчмейкинге, не более того, нельзя его сравнивать и вообще рассматривать полноценно, как по мне, как устройство про битв, но для матчмейкинга я считаю, что данное устройство работает просто офигительно и уже, как вы видите, третья катка у нас уходит с отличнейшей досрочкой и по опыту тоже все довольно-таки круто. Вы скажете мне, что я на рикошете особо ничего не делаю и, по сути, там мне помогают тиммейты и я просто ставлю флаги и за счет этого получаю опыт, но я вам с вами, друзья, конечно же, не соглашусь, потому что в большинстве случаев за счет именно пушки я уничтожаю большое количество противника и даже сейчас вы видите то, что я наношу урон по хоре Рику, который играет с защитником, с резистом 50%, и вы видите, что с одного баллона данный даже Хорнета Вулкан смог быстро уйти на рез. Если же бы я играл бы на другом устройстве на данной пушке, то с вероятностью где-то процентов 90% я бы никак не успел бы и не смог бы унести на рез данного игрока. Ну а здесь у меня это получилось очень легко и эффективно реализовать. Соответственно, в таком контексте и в таких ситуациях данное устройство и данную пушку можно очень эффективно использовать. И именно за счет такой грамотной и качественной игры в определенных моментах данный плазма-факел очень эффективен и он вам дает, соответственно, свои плоды. Поэтому, друзья, если вам нравится данная пушка, если у вас есть такая возможность приобрести, либо у вас уже имеется данное устройство, то я бы на вашем месте очень сильно присмотрелся к режиму захват флага, поиграл бы на Хорна Тарикошете, поиспользовал его именно в таком контексте, как пушка, которая залетает быстро, например, уничтожает противника, быстро может вернуть флажочек, да, быстро разобрать 1-2 танка и, соответственно, привести флажочек. Если вы в таком контексте будете использовать данное вооружение, то вы будете получать максимальную пользу и максимально эффективно все это дело использовать. Поэтому я вам советую поиграть, попробовать и не просто пофаниться, да, как многие говорят, что это тупое фановое сочетание и плазма-факел вообще, в принципе, очень глупо использовать на серьезных щах. Я вам могу сказать, что после последнего обновления данный рикошет реально ожил. И если же раньше я объективно данное устройство с рикошетом не мог вообще использовать и вообще думать как-либо о том, что плазма-факел может там что-то делать и может хоть как-то нагибать, то сейчас я отлично понимаю, что данное устройство полноценно может конкурировать с тем же берсерком на рикошете. И его можно эффективно использовать и эффективно не просто играть, а нагибать, зарабатывать дополнительный опыт. И даже в какой-то мере я могу сказать, что данное устройство является имбовым, если его качественно и грамотно использовать. У меня, друзья, на этом все, наверное, таки. Я не буду уже тут досматривать данный бой, вы мой посыл поняли. Здесь все так же самооднотипно, все эффективно и нагибаторски. Я получаю опыт, я ставлю флаги, я зарабатываю первые места, работает четенько. Не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и не забывайте про ссылочки, которые у нас имеются в описании к данному видеоролику. С вами, друзья, был мистер Ванька. Играйте на нагибаторских пушках. Всем удачи и всем пока.